Всех приветствую на своем канале, с вами я и это будет обзор посвящен моим бустым баночкам за июль. Некоторые продукты у меня еще не совсем закончились, но я просто думаю, что их сейчас лучше обозреть, ибо если они, допустим, дня через 4 закончатся, записывать из-за них видео как-то будут, ну, не кошер. В общем, начну я, пожалуй, вот с такого лосьона бальзама для волос, водоустойчивый солнцезащитный фильтр SPF03, серия солнечный круз, круг Дениса Зарнина, это из Гринмамы. Это уже снятость, я так поняла, что, не знаю, есть ли оно еще на сайте интернет-магазина или уже нет, но, в общем, у него срок годности до июля 2017 года, в открытом виде он хранится 4 месяца, но на самом деле может чуть-чуть больше храниться, если, конечно, у него консистенция не изменилась. Его можно использовать как бальзам для волос непосредственно после шампуня, на 1-2 минуты нанести и потом смыть, а можно на 10-15 минут в роли маски. Очень хороший, Настя Зарезкая такой посылала, я так поняла, что ей очень понравилось. В общем, очень классный бальзам, если вы вдруг увидите его где-то в магазинах, там магнит косметик или еще что-то, то я вам его советую. Возможно, еще он есть на зоне, а возможно, уже и нет. В общем, очень классный, осталось только у меня буквально вот столько. Я им пользуюсь, когда каждый день, потому что я очень, каждый день мою волосы или через день, или вообще как получится. В общем, очень он мне нравится, он очень хороший, но и такой реально вот, наверное, все-таки волосы от него не выгорают. Потом у меня заканчивается второй мой тюбичек год назад я покупала, когда ездила в Белоруссию первый раз, Белкосмекс, каприз, крем для рук и ногтей, защита, регенерация, классик. Это с кокосовым маслом. Тут 165 грамм, он стоил 22 тысячи тогда еще, то бишь сейчас 22 рубля, считайте, да, белорусских. По тем ценам он стоил тогда 80 рублей. Значит, он большой, его хватает практически на год, и он очень классный. Вот я сейчас просто покажу, вот тут немножко такой он, обычно белой консистенции, очень вкусно пахнет кокосом, быстро впитывается, никакой пленки на руках не оставляет, скользко или еще что-то, и действительно увлажняет руки, и хорошо для ногтей. Это вот те, которые у меня еще не совсем закончились. Потом, на самом деле оно у меня не закончилось, я просто перелила его в баночку из-под жидкого мыла лимонная манпассия от Фагерлик. Это у нас от Насти Зарезкой, спасибо тебе большое за возможность попробовать такую вещь. Это зеленая аптека, жидкая крем-мыла, мускатная роза и хлопок с маслом органы. Сохранят молодость кожи. В общем, не поверьте, я его и мыла волосы несколько раз, очень классно. И в одном из обзоров, я не помню каких своих видео, последних после Белоруссии, у меня волосы были помыты именно им. В общем, очень пушистые волосы с него становятся. Я его использовала как гель для душа, как жидко-омыл. В общем, и запах он шикарный такой, роза и действительно немножко хлопком отдают. Если кто-нибудь из вас пользовался хлопком, дезиком или гелем от Жордан-де-Монт, от серии Жордан-де-Монт марки и Фраше, то вот запах очень похожий. Что-то такое отдаётся. Ну, только что ещё и роза есть. В общем, я так поняла, что это всё-таки сделано где-то в Польше. Да, сделано в Польше, хотя вот здесь написано, что сделано в Минске. Ну, внизу само написано, что сделано это в Польше, хотя Эльф Аммикация, это именно украинская фирма была. И 460 мл. В общем, вот такой симпатичный пакетик, который, как написано, сзади можно куда-нибудь перелить. Вот. Потом у меня наконец-то закончился Фаберликовский бьюти-кафе карамельная пролинная скраб для тела, полирующий скраб для тела. Вот. Я его даже окачула, потому что там чуть-чуть совсем оставалось, никак не выдавливалось. Он, в принципе, хороший скраб для тела. После открытия 6 месяцев тут 150 мл. Номер 1831, если кому вдруг интересно. Пахнет как Кока-Кола. Исключительно для меня. Вот так мне и гель понравился. И вот этот скрабик. И он действительно такой скрабик. Он пожёстче, чем, допустим, Эйван Сенсус цитрусовый заряд. И фрашевские тоже скрабирующие такие гель-скраб. Так. У меня закончился шампунь. Отпереходились на вишня или пенник. Это Грин Мама. Он ещё не снятось. И он ещё, на моё счастье, он ещё есть. Причипно-оздоровительный курс. На самом деле, я его использую просто. Он мне нравится как по аромату. И нравится, как он влияет на мои волосы. Тут 400 мл. После открытия 4 месяца хранится. И сроком у него до февраля 2018 года. Возможно, кто-то скажет, что я очень быстро говорю. Но просто у меня несколько времени ограничено. Днём, когда у меня свободное время, у нас дикое жара. Я вообще не могу пальцы пошевелить. А вечером, когда у меня вроде уже не настолько жара, но у меня просто нет времени. Я не знаю, возможно, у меня скоро явится родня или что-то в этом роде. Ну, в общем, поэтому, если для вас это слишком быстро, то простите. И вот этот гель. Он мне очень нравится. Он мне тогда попался в подарок. Это тоже Грин Мама. Освежающий гель для душа. Мятый эвкалипт. Тут 250 мл. Его снимают с производства. Он стоит 250 мл, стоит 297 рублей. Или на зоне 313, кажется, рублей. В общем, я заказала себе два геля таких. Он очень нравится мне и моей тётушке. И летом им самое тон. Действительно, освежает. Это вообще зимой холодно, тебе хочется сказать. А летом он спасение просто под душем. Тут, возможно, уже совсем чуть-чуть осталось. Она даже добавляла у меня, тётя моя, немножко капельку в тазик для ножек. Очень хорошо действует. В общем, он очень классный. И если вам такой нравится, или вы пробовали, просто хотите освежиться, то бегите скорее на Грин Маму на сайт и заказывайте, пока он ещё есть в наличии. Я очень жалею, что они вот именно такие вещи снимают. Это, в общем, освежающий гель для душа. Мятый эвкалипт. Грин Мама. Так, ну и, соответственно, когда мне придет посылка от Грин Мамы, я подозреваю, что на следующей неделе и с Азона у меня тоже там некоторые продукты, которые уже снялись на Грин Маме, я, соответственно, сделаю обзоры. Вообще, я планирую на следующей неделе уехать в деревню. Правда, не знаю, как четвертого или шестого, как получится. Ну и, соответственно, вот этот тот гель, который мне отдала тогда Аленка. Он ей не подошел, у нее вызвал какую-то аллергию. А мне он, на удивление, очень хорошо подошел. Это уже второй, можно сказать, флакончик. Фаберлик. Вот именно такой гель. Карамельная пралине. Гель масла для душа. На самом деле, это никакое не масло, это обычный гель, но он очень классно пенится. Он пенится так же вот для меня лично, пенится как Эйвановские гели Нэтчерлс. В общем, очень классный. Ну и, соответственно, он для меня пах не карамелькой, а кока-ковой. Ну или кокековой. Так. Тут у меня закончилось, ну я, правда, на один раз ее, да, вот такая баночка. Это от Натальи из Кимр, если я ничего не перепутала, но точно от Натальи. Я так, мне кажется, она заказывала это на клубнике, по крайней мере, ленточки были вот именно с клубники. Я что-то подобное видела на этом сайте, до того, как он стал русским, обрусевшим, и до того, как он стал непонятно каким. Правда, потом больше на нем не была. Тут 80 грамм, она очень прикольная. Соль такая, она была, ну такая, ближе к сиреневу, мне кажется. До сих пор баночки немножко пахнет, и пахнет она кокосиком. И сейчас я вспоминаю, что у меня еще такой кремик остался в сумке, и он действительно тоже уже практически закончился. Я его пользовала, очень понравился. Видите, Женьке вчера немножко остаток вот так, ну, давала попробовать, она на руке ей очень понравился. Это маска для волос, живые маски, маска косметическая для укрепления и питания волос. Сделана в крему с натуральной кной, экстрактом корня лопуха, эфирными маслами без эффекта окрашивания. Мне тут 140 грамм, подарила мне моя знакомая бабушка, тетя Валя. И она, в общем, ее хватило мне исключительно на три раза, хотя волос у меня особо вроде как-то и немного. Но она действительно очень классная, она такая очень густая, ее нужно много выдавливать, и на таком ложится. И воду, конечно, когда смываешь, она окрашивает, будто бы просто хной намазались, да. Ну, а так, она такая кремовая, и она даже по цвету похожа на мороженое крем-брюре. Всегда я его не могу правильно произнести. Но действительно волос от нее очень хорошие становятся. И, в принципе, если я вдруг где-нибудь увижу, то я такую себе приобрету. Ну, или вы, если где-нибудь увидите, а потом решите со мной поменяться, то я с вами поменяюсь. Так, это у меня наконец-то закончился. Вообще, я его не поняла. Для меня это какой-то густой. Это Эйвен Нейчерл для лица, очищающий огурец, чайное дерево, скраб для лица. 75 мл. Он для меня густой. Он, конечно, скрабирующими частичками, когда его смываешь, то почему-то кожа такая несколько гладкая, но при этом скользкая, и чувствуется, что она жирная. И приходится после нее мне приходилось умываться пенкой. В общем, я не поняла юмора решить такое. И, вряд ли, я буду еще когда-нибудь такое повторять или подобное покупать. Именно в Эйвен, вот такой Эйвен Нейчерл, вот эти вот скрабы. Ну, и потом, если что, у нас тут огурец и чайное дерево. Но огурец я еще могу понять. Это зернышки огурца посушили, а потом помельчили. Оно может быть пудрой, но чайное дерево, что там. В общем, где тут, в каком месте скраб, и что это, я не поняла. Это, конечно, возможно, никому не интересно, но, возможно, кому-то все-таки интересно. Ну, вообще, откровенно говоря, мне, да, мне плевать на мнение окружающих. Можете плеваться на меня, кидаться на меня тапками. Только не забудьте, что вы смотрите в свои мониторы, и монитор может пострадать. Это спрей имени меня. Вообще, спрей от прыщей. Потому что алоэ, череда и остальные запчасти, они как-то, ну, для проблемной кожи. У меня было, это вообще флакончик, кажется, от и фрашевской мальвы для волос. Ну, он хороший прыскался, он у меня закончился. Я брала остатки тоника этого в себе, с собой, в Белоруссию. В общем, у меня тут был сок алоэ, потом отвар череды, сколько-то там глицерина, и эфирное масло чисто вот так, с одной стороны, для ароматизации, с другой стороны, для дополняющего эффекта. Это эфирное масло шалфея мускатного и эфирное масло чайного дерева. Сделано у меня, это было 30 апреля, в 19.30, не поверите. В общем, оно у меня закончилось. Я им пользовалась в основном как тоником, ну, или как водой вот этой термальной, или как там она, короче, прыскалась ей. В общем, у меня закончилась вот эта пасточка. Одну я подарила, не помню, кому-то из друзей, или родней, или Женьке. У меня еще одна такая же почти закончилась. Я брала ее с собой в Беларуси. Те, кто видел обзор номера на моем канале про Беларусь, ну, номера гостиницы, то, возможно, видели ее, там, обратили внимание, видео. В общем, это мне пришло опять же таких маленьких штучек от Насты Зарезкой по ссылочке, по меняшке, кажется, в первой или второй, точно не помню. Ну, это блендамент малютка. Тут 15 миллилитров. Ну, она клевая. Слушайте, вот походы куда-нибудь там, ну, чисто ехать, если куда-то там дней на пять едите, то самое то, такой оптимальный вариант тюбичек. Я вот такие бы, я вот именно такие очень хорошо брать, потому что я всегда, когда куда-нибудь еду дней на пять или так, даже, ну, даже на двое суток, там, еще куда-то, ну, небольшое количество времени, даже на неделю, всегда ищу что-нибудь такую маленькую зубную пасту. И в лучшем случае 30 грамм где-нибудь найдешь. Ну, 30 грамм это много, и тащить с собой. Ой, у меня слегка оно тут заделось, и все-таки упало. Ну, да ничего, я думаю, вы особо не испугались. Вот это вот у меня закончилось. Шоколад и апельсин, пена для Ван Эйвен, 500 миллилитров. Мне чисто не понравился запах. Вот эти пены, они очень классные, они хорошо пенятся, и вообще я ее могу посоветовать, но если вас не отталкивает запах. Мне как-то он, я не знаю, шоколад, там, апельсин. Вроде и шоколад и апельсин, но какой-то не такой. Вот мне, допустим, Юлька иногда присылает шоколадки, шоколад с апельсином, апельсин с шоколадом, да? Оно вкусное, там, мармелады как-то покупала, апельсин в шоколаде. Ну, в общем, это что-то мне не понравилось, не подошло. Тут еще, кстати, что-то осталось. Я его использовала один раз как гель для душа, один раз, пару раз как пену для ванны, не поняла юмора. Именно из-за запаха отталкивать я его использовала потом как жидкое мыло. Вот оно, наконец-то, у меня закончилось. Хотя тут что-то еще осталось, можно будет доюзать. У меня в этот раз закончились единственные духи, единственные духи на обзор. Это моя малютка, 50 миллилитров Элизабет Орден, Грин Ти, спрей, туалетная вода. В общем, у меня еще осталось 100 граммовка, 100 миллилитров от Аленки. Привет тебе, если вдруг смотришь меня. И, соответственно, спасибо за возможность пользоваться ей. В общем, эту я когда-то покупала еще на клубнике. Она была в наборе, там был, кажется, лосьон для тела, гель для душа. Из-за заполненности флешки у меня видео прервалось раньше, чем я поняла. В общем, тут, про эти духи, туалетку, точнее, у меня был тогда набор. В общем, в косметичке, в такой белой косметичке, сохранилась где-то еще и лежит. Я иногда ее пользуюсь, очень такая удобная, прикольная косметичка белая. Там был гель для душа и молочко для тела. По 100 миллилитров они были и вот это 50 миллилитров туалетной воды. Элизабет Арденг, зеленый чай. Ну, если вам неизвестно, что это такое, если вдруг кому-то, то что-то похожее есть зеленый чай или чайное дерево. У Сальвадора Дари, кажется, есть марка. Или марка, кажется, такая из духов или парфюмерии. Точно не знаю. Если что, вы меня поправите в комментариях. Ну, и еще в Ифраше, соответственно, такой есть. Была кеньская вода, зеленый чай. Потом Утро в саду зеленый чай. В этом году, кажется, оно выпустилось именно Утро в саду зеленый чай. Но гель для душа и крем для тела, они были с маленькими такими желтыми капсулками, медоми, когда мылась или, допустим, натирала кожу, да, оно как-то немножко тепло такое давало. Ну, какие-то такие спецэффекты, можно сказать. И, в общем, вот у меня этот крем, который я достала. Это вот как раз Skin Juice. Тоже с этим, тут 70 миллилитров. Тут, конечно, еще вот столичка где-то одна треть осталась. Он у меня таскается в сумочке. Но он тоже скоро закончится. И чтобы не записывать отдельное видео из-за трех, там, четырех вещей, да, то я решила его здесь обозреть. Это тоже как раз от Наташи из Кимры. Большое спасибо за возможность тебе попробовать вот этот крем. Очень классно. Он действительно пахнет кокосиком. Он вообще чудесный. Нам, Женька, очень понравился. И он такой вот, ну, не сказать, что густой, не сказать, что жидкий. Вот он вот такой вот белой консистенции. Он легко впитывается довольно. Руки после него не скользкие. И он действительно увлажняет. Он мне очень нравится. И он меня, в принципе, спасал, вот когда я ездила в Белорусскую. Если мне нужно было помадывать ручки кремом, то вот он у меня был всегда под рукой. В общем, вот такой у меня обзор баночек пустых. Ну и, я не знаю, у меня там еще, конечно, есть обзор письма от Катюшки Гридневой. Ну, я не знаю, успею ли я сегодня записать. Но постараюсь в ближайшие дни это делать. Хотя у меня письмо-то лежит уже несколько недель, можно сказать. Но дней-то точно. Еще до Белоруссии я его получила. В общем, если вам было интересно это видео, чем-то полезное и тому подобное, то я очень рада. Не зря писала и тратила время. Ну и до новых встреч. Пока.